вот помню я вошли это мы в суэцкий канал вообще-то суэцким каналом ходят с лосманом но я человек бывалый решил не тратиться поставил фукса на руль лома вперед смотрящим и вперед а в канале как на дороге где соблюдают правила дорожного движения нужно соблюдать скоростной режим а для этого на моей яхте есть все приборы для обеспечения безопасного плавания вот например лак опустил за борт и смотришь на вертушку а для надежности проверяешь показания по прибору лак это морской прибор для определения скорости хода и пройденного пути в старину говорили без лака как без рук без компаса как без головы а вот сейчас на флоте используют более современные приборы для определения пройденного расстояния и скорости корабля или яхты но для того чтобы безопасно пройти суэцким каналом необходимо знать не только скорость и пройденное расстояние ну а также глубину подкилем яхты для этого на моей яхте есть ручной лот опустит по моей команде старший помощник лом грузик и измерит глубину когда он коснется грунта а все находчивость мой друг в дальнем плавании если хочешь быть хорошим капитаном не теряй ни единой возможности вот так то дорогой друг я капитан в руки кристофор боги фальдивич я плавал очень много плавал совершил на своей двухместной яхте поход длиной 140 тысяч морских миль шутка пойти в кругосветное путешествие на двухместной парусной посуде поглянешься вот так назад и многое предстает теперь в другом свете очень много было интересного очень много было поучительного есть что вам рассказать мой дорогой друг ведь для такого интересного плавания мне необходимо было знать погоду глубины время восхода и захода солнца и луны а также навигационные условия в районе главный помощник капитана это навигационная карта на карте капитан прокладываю курс с помощью параллельной линейки и транспортира расстояние на навигационной карте я измеряю с помощью циркулеизмерителя моя яхта идет нужным курсом благодаря точному морскому прибору который носит гордое имя компас очень важно в моем путешествии такая книга как лозы из нее я узнаю очертания берегов мимо которых проплывает моя яхта подводные течения описание маяков а также то какие звери и рыбы живут в морях но далеко не всегда мой юный друг приходится ходить вблизи берегов и вот тогда я беру сикстан мореходные таблицы звездный глобус и секундомер и определяю место яхты по звездам луне и солнце вспоминаю былые времена идем это мы по открытому морю а берегов то нет а вы знаете что вдали от виденных берегов судоводитель определяет свой путь используя солнце луну и видимые планеты а также неподвижные звезды это так сказать данность от природы для определения места моей яхты я пользуюсь звездным глобусом с помощью которого я нахожу и определяю небесное светило и вот стою это я с сикстаном на палубе и размышляю о методах астрономических наблюдений что такое сикстан мой юный друг или сикстан или сикстант можно и так и так сухопутные людишки пишут сикстант а мы моряки и штурмана которые определяют с помощью этого прибора место называем его гордо секстан найдя на небе нужную звезду при помощи секстан я определяю ее высоту определив высоту звезды с помощью секстана я беру таблицу высот открываю ее и определяю координаты своей яхты от которых прокладываю курс дальнейшего движения но не всегда под рукой у маримана был секстан вот мой тезка голуб в давние времена открывая америку пользовался вот таким интересным прибором предметом который назывался и называется градшок пользовались им также прикладывали глазу наводили на звезду и определяли место но еще более раннее время мореплаватели для определения места звезд пользовались вот таким хитроумным прибором который называется астроляпия при помощи вращения дисков определялось место положения звезд на небосводе беру бедока пригляделся не земля а лед прямо по курсу огромный айсберг сложное это дело измерение времени в былые времена для этой цели пользовались песочными склянками потом появились ходики будильники карманные часы вот мой тезка колумб например вообще без часов плавал и открыл америку вот и я когда готовил поход приобрел прекрасный морской хронометр хронометр это плод трудов многих поколений человечества и как показывает само название это точнейший морской прибор для измерения времени кроме хронометра на моей яхте еще есть много приборов для измерения времени это морские часы палубные часы и конечно же секундомер в ту пору когда на судах пользовались песочными часами склянками о которых я говорил тебе раньше вахтенный каждые полчаса переворачивал их и производил один удар в колокол песочных часов на кораблях и судах давным-давно нет но обычай остался поэтому вахтенный офицер каждые полчаса отбивает один удар в корабельный колокол на морском языке корабельный колокол называется риндой хотя на самом деле ринда это специальный бой в корабельный колокол ровно в полдень согласитесь измерение времени сложный вопрос и не сразу достигли в нем должного совершенства старший помощник лом сколько времени до захода солнца вот помнили на третий день путешествия прямо по носу появилась земля беру это я бинокль и начинаю в него смотреть а там город люди ходят на берегу порт входные знаки дай думаю зайти а что такое бинокль для моряка бинокль для моряка это глаза это все все можно приблизить все можно увидеть вот и у меня на яхте оказался прекрасный морской бинокль с двенадцатикратным приближением морской бинокль не то что театральный он увеличивает сильнее и приближает предметы и больше того может крепиться к борту корабля при помощи ножки морские бинокль бывают разные с малым приближением со средним приближением с большим приближением с большим приближением и с очень большим приближением в давние времена мореплаватели пользовались подзорными трубами предмет конечно компактный но при помощи некоторых усилий предмет позволяет приблизить и увеличить предмет раздвижная часть подзорной трубы называется коленом вот эта труба которая у меня в руках она четырехколенная а вот эта труба двухколенная подзорные трубы бывают не только переносными но и настольными как вот это это не телескоп это настольная подзорная труба именно в эту трубу 200 лет назад Фадей Фадеевич Беллинсгаузен впервые увидел берега Антарктиды вот и я вижу знакомый берег а и и